И слушайте Радио Болтком Доброе утро еще раз всем слушателям Радио Болтком Начинается программа Климат Контроль И с нами на прямой связи журналист, ученый, пишущий о науке Константин Рангс, морской геолог Здравствуйте, доброе утро, Константин Доброе утро Ну вот буквально, кстати, вчера приходили новости о том, что в Британии Британия испытывает действительно энергетические трудности Из-за того, что безветренная погода и ветряки стоят, не дают энергии Все в ожидании увеличения цен на энергоносители И здесь опять-таки спасителем выступает то, против чего Британия боролась Уголь И даже вот говорят, что так очень тихо, не афишируя Начались разработки угольной шахты Хотя правительство Великобритании очень громко в последние годы как раз таки заявляло о том, что с этим будет покончено навсегда И что Британия идет по зеленому пути Но тем не менее, все время, все время какие-то мы понимаем, что не все так гладко, не все так просто И с одной стороны хочется и жить в тепле, пользоваться всеми благами цивилизации А с другой стороны, не загаживать планету Вот найти этот разумный баланс невероятно сложно И вот с лучшим умом человечества бьются над решением этой загадки Да И вот этого, условно говоря, партийца поставили руководить каким-то направлением Знакомая ситуация Так скажем, бросили этого человека на энергоэффективность Там, условно говоря, на зеленую энергетику Этого человека есть, так скажем, с одной стороны он должен выполнить спущенные сверху задачи А с другой стороны он должен не наломать дров, чтобы во время следующих выборов Которые будут через 4-5 лет, да, его выбрали Они дружно бы прокатили, потому что он сделал жизнь своего электората совершенно невыносимой Ну, ладно, есть такие политики, в истории мы знаем, были Вот, которые, что называется, буйволом идут вперед, да Но они как-то раньше были, да Вот, например, возьмем того же Черчилля А сейчас как-то все стало попроще И получается, что вот этот выбранный народом, всенародным голосованием Честным, демократическим голосованием человек В итоге он, значит, выполняет спущенные сверху директивы Но вместе с тем, как бы, дает свой сигнал наверх о том, что Ну что, ну не хотят люди, да Вот что-то нужно тут делать Получается очень интересная ситуация Ведь этому чиновнику очень важно, чтобы и сверху, так скажем, все было хорошо Чтобы его поддержали на следующих выборах Но и с другой стороны не завалить, чтобы, как я уже говорил, не взбух электорат Поэтому зачастую выбирается такая политика малых дел Чтобы, с одной стороны, что-то можно было записать себе, галочку поставить А с другой стороны, и вроде бы, как бы, и для народа породить Что-то действительно стружит, сделать полезное У некоторых, в некоторых странах, у некоторых политиков Это получается совершенно замечательно Вот возьмем наших соседей, эстонцев, да Несколько дней назад, точнее, 9 сентября В гуфинском городе Лахти Столица Эстонии, Таллинн, была объявлена зеленой столицей Европы 2023 года Это город, объявленный, в том числе и в введении экологических методов Энергосберегающей технологии, возобновляемые энергоресурсы Это столица города, которая решила вопрос автобусов у себя Очень интересным способом Не в пример лучше, чем у нас Они закупили автобусы, которые могут работать на дизельном топливе Но и при этом могут работать на природном газе метане Ну, там переключать надо, да? Вот Что получается? Получается, что, с одной стороны, газ метан Мы знаем, природный газ идет сейчас Вот он в Эстонию, ту же Эстонию из России, да? Но, с другой стороны, теоретический метан Он и в Африке метан И на планете Титан, он тоже метан Вот На спутнике Юпитера Метан это CH4 Как вы его получите? Из навоза ли он там взбурлит? Вот Навоз, вот мы ловим этот газ Очистим его от влаги И закачаем в бак, в баллоны Либо вот по трубе пройдет Неважно, неважно, как вы его получите Он метан Но, если вы используете зарядку от коровника То вы гордо пишете на нем эко-газ Ну, все, замечательно Значит, а то, что эко-газ коровы не на... Извините, не напукали, да? Вот Ну, в таком случае, ребята, вот из трубы есть газ Но все равно ведь Хотя вот это очень важный момент В жидком углеводородном топливе Что бензин, что солярка Я уж не говорю, там там мазут и прочее Есть присутствие серы Сера при сгорании Образует вот эти соединения серы Которые обозначают S, O, X Да? И они в сочетании с водой Образуют, например, такое малоприятное Точнее, откровенно вредное вещество Как серную кислоту Которая разъедает легкие люди Вот так вот, говоря грубо Да? И уж не говорят, там они Относмерное воздействие И все такое прочее По этой причине А в газе этого нету Ну, нету там серы Поэтому уже одного вопроса Нету серного выхлопа А это здорово И, кстати, именно поэтому Морские суда переводят На зарядку С жиженым газом метаном Вот идет такое судно А от него, что называется Никакого ни дыма, ни копоти Кстати, насчет копоти Копоти — это несгоревшие Крупные частицы углерода Когда вы топите мазутом Вот двигатель видели Когда в порту стартует судно Такой огромной, глубой, черного дыма А когда он работает на метане То ничего подобного нет Потому что, опять-таки, метан сгорает Гораздо лучше Но зачем же тогда Эстонцы все-таки сделали Такой комбинированный Закупили автобусы Где есть и возможности На газе, и на дизеле А дело все в том Что если у вас нету газа Ну так случилось То вы можете и дизель использовать Это и как с кораблями Потому что если что-то случилось Допустим, произошла авария Утек у вас газ Метан легче воздуха в два раза Он не спуская Это не тот газ Которым у нас заправляют машины Вот этот вот У нас заправляют машины нефтяным Пропан-бутановый газ Это гораздо более длинные И тяжелые молекулы Вот этот автогаз Которым заправляемый Пропан-бутан Баллонный газ Он стекает вниз Он тяжелее воздуха А метан в два раза легче воздуха И поэтому при любой трещинке Он тут же улетит в атмосферу Представьте себе Идет в море судно А у него Из бака Вот этот метан Испарился жидкий Ну что ж ему делать Кстати Знаете Я вам хочу сказать Я был на судне в морском Когда работал морским геологом У нас остановилась Двигательная установка Волнение было не шибко большое Но очень быстро Наше судно развернуло лагом То есть боком к волне И это была еще та Футбольная тренировка Только мы были Мечами Между переборками Вот То есть это весьма опасная штука Поэтому там есть ведь Такой вариант Что в случае чего Можно переключить Там есть какие-то изменения Небольшие Но ты переключил Запустил И пошел Да Теперь ты будешь коптить Там еще что-то Но ты остаешься на ходу Вот это очень важный момент Но самое-то главное в том Что Как выяснилось Выяснилось Можно идти Зеленым путем И получать всевозможные награды В том числе Используя метод Который Используя топливо Которое Ну не такое Конечно Революционное Как использование водорода У нас К сожалению Этот эксперимент Не прошел И с водородными автобусами Об этом даже признали В мэрии А вот Этот самый На природном газе Оказалось вполне Даже и хорошо Кстати В том же Хельсинки Пожалуйста Ходят городские автобусы На природном газе Замечательная вещь Зеленый листик Вот И публика это поддерживает Запаха от них Никакого Никакого Неприятного нет Да То есть Мне кажется Что Здесь все время Возникает Очень важный момент Вы можете Что называется Размахивать Усердно Флажками Да Выбрасывать лозунг А в итоге Результаты Будут весьма Специфические Не те На которые Ожидали Знаете Замах на рупь Удар на копейку А с другой стороны Можно двигаться Что называется Потихонечку Шаг за шагом Прикидывая Максимальные Эффективности Возможности И что самое интересное Что ведь Это как раз Для Подавляющего Большинства людей Занятых Так скажем Вопросом Чтобы еще Снискать хлеб Насущный Это как раз То что Они согласны Поддерживать Что им Ну понятно Ну ездит автобус Который не воняет Все хорошо Ну и Слава богу Поездят Сколько-то там лет Может им скажут Теперь давайте будем ездить Допустим На водородно-метановой смеси Еще меньше будет Выхлопов Ну еще лучше Да Но Как говорится Нужно Чтобы тогда Тот Кто начнет Это движение Экологическое Что он Сколько-то бы лет Имел бы В запасе Чтобы Прийти К каким-то Результатам Потому что На полдороге Ничего не происходит Да Получается Что такие Долгосрочные Проекты Их очень сложно Осуществить Политикам Которые зависят От этого Короткого Электорального Цикла Конечно И тут нужно Заметить Что вот меня Поражало Например В такой области Как туризм Да За последние 20 лет Я имею возможность Сравнивать То что делается В Финляндии Что делается У нас У нас все время Были какие-то Неожиданные Вот какие-то там Смены Партийных Коалиций А после этого Появлялись Какие-то новые Проекты С этим Туризмом И появляется Новая Как говорится Победили Новый блок Появились Новые руководители А потом Еще начинались Смены Вот этих Как скажем Логотипов Вот этих Мостов Ну лозунгов То одна Латвия То страна Которая поет Потом страна Тихого отдыха Сейчас еще Какая-то И Возникает такое впечатление Что пришли новые люди Вот они взглянули Новая метла По-новому Метет А специалистов Тоже меняют Получается Этот специалист Не отвечает Нашим идеям Ну значит Надо его Заменить На другого В той же самой Финляндии Такое знаете Печатление Как в сибирском лесу Ну или в финском лесу Наверху Ветер шумит А внизу Тишина То есть Какой смысл Этого сравнения Политики Там принимают Решения Но вот эти люди Профессионалы Которые Выполняют Эти решения Они сидят На своем месте Существуют Принятые программы Вот Эти принятые программы Нужно выполнять И выполнять Годами Не боясь того Что Сейчас там Извините Наверху Что-то В парламенте Переиграется Вот И мы сразу Все то что делали Раньше Тут же и Зарубим Вот Это очень важный Момент Я хочу сейчас Обратить внимание Перейти Время-то идет Да-да-да Еще очень неважному Моменту Мы вот так уже Получилось Что в эти дни Уже два года подряд Мы освещаем Речь Речь нашего Как говорится Руководства А именно Председателя Еврокомиссии В данном случае Второй раз Уже госпожи Урсумлы фонтерляйн Перед Европарламентом О положении Союза Это Ну в общем-то Можно сказать Главный Доклад Такой Целеполагающий Доклад С одной стороны Отчет С другой стороны Полагание Целей И К нему Нужно Относиться Весьма Серьезно Потому что Например Год назад Когда мы Обсуждали Прошлогоднее Выступление Госпожи Урсулы фонтерляйн И она Говорила о том Что мы будем Энергично сокращать Выбросы Там планы были К 30-му году Сократить на 55% То Ведь очень многие Я помню Да и мы Говорили И звонки были И потом И в личных встречах Что Да что это Все это ерунда Ну вот Ничего не будет Да А сейчас мы уже знаем Что будет Видите Подорожание Энергоносителей Что будут Новые налоги Уже объявлены Что они будут Их внедрят И вообще Собственно говоря Уже многие вещи Как-то стали Прослеживаться Например Говорила Год назад Она о том Что будет Введены Новые сертификаты Сначала никто Не понял Что за сертификаты А сегодня Вот пожалуйста Новости Из Италии Без электронного Сертификата О вакцинации На работу Не придешь Причем Не только Кем-то отдельным А уже Посмотрите Евроньюс Очень интересно Познавательно Например Тоже очень любопытная Вещь Ровно год назад Госпожа Урсула фон Говорила Что Европе Надо Сокращать Отставание В IT И наоборот Стать лидером В области IT То есть Высоких технологий И что будут Над этим работать И будут Приняты Постановления Тогда это Казалось Абстракцией А сейчас Она уже четко Заявила О том Что готовится К приему Так называемый European Chips Act Это Европейский Чиповый акт То есть закон А целью которого Является Стимулирование Производства Микрочипов В Европейском Союзе Знаете Какая интересная Получается Вещь За 30 лет 30 лет тому назад Фабрика Альфа Которая Выпускала Очень интересные Чипы На них Что называется Чайник Можно было Ставить Без изменения Их параметров Ну выпускались Они для оборонки Очень шутили Что наши Микрочипы Самые большие Микрочипы В мире Потом выяснилось Что они очень нужны Пусть даже Такие большие Кстати Желающие Могут поинтересоваться Какие чипы Ставятся на Космических аппаратах Совсем не самые Производительные Совсем не самые Маленькие А наоборот Покрупнее Пусть Производительность Поменьше Но зато Поустойчивее Ну так вот Было у нас Молодое поколение Не знаю Что на том месте Где сейчас Торговый центр Альфа Был завод Где еще В 70-е годы Работали роботы В 70-е годы Там работали роботы Которые В том числе Делали Вот эти Да Большие Да Они самые Портативные И вообще С ориентацией На военную Так скажем Закупку Допустим 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 Мы должны Производить Чипы Внутри Европейского Союза Представляете Тебе Если бы Сейчас У нас Это производство Было Да Сохранилось Было Были бы На коне Да Мы бы Сейчас Были бы Тогда Что называется В самом Что ни на есть Русле Вот Ну 30 лет Прошло Ничего Уже Не попишешь Да Вот Те даже Люди Которые Были Молодые Специалисты Они Уже Теперь На пенсию Уходят К пенсии Готовятся Но вопрос То не в этом Вопрос В том Что куда Мы пойдем И сейчас Вот эти Разговоры Уже Преуходят Совершенно Определенные Русла Уже Определяются Суммы Деньги И уже Начинается Драчка За то Чтобы получить Это финансирование Европейское И начать У себя Производство Вот этих Самых Микросхем Или хотя бы Компонентов Лапки бы Делать Для них Ну Хотя бы Да Это же все Это же Поддержка Государства Для начала Это же Такой Что называется Стимулирующий Пинок Будет Финансовый Поэтому На это Надо Обратить Внимание Интересно Правда Как госпожа Урсула Фондерляйн Интересно Обозначила Успехи Европейского Союза Ведь еще Ровно 10 лет Тому назад Например Европейскую Спутниковую Навигационную Систему Галилео Ну Критиковали Вхвост Которая Что называется Была сделана Первая И сейчас Она По-прежнему Остается Самой Распространенной А в спину Дышит Уже И ГЛОНАСС Российский И Китайский И Байду По-моему Так Называется Она В общем Короче говоря Желающих Сделать Свои Навигационные Систем Полно Уже Есть Они Но Тем не Менее Да Галилео Гражданская Чисто Гражданская Самая Большая В мире Есть Повод Об этом Поговорить Вместе С тем Хотелось Бы На что Обратить Внимание Вместе С тем Хотелось Бы Да Госпожа Фандерлейн Отмечает Что за последний Год Произошел Взрыв Творчества В области Архитектуры Дизайна В Европе Новый Баухаус Прекрасно Развивается Я не знаю Может быть Архитекторы Это и наблюдают Или строители Наблюдают Какое-то Развитие Баухауса Может наблюдают Но не у нас Мы слишком Как говорится На задворках Может у них В Германии Это заметно Трудно сказать Но во всяком случае Госпожа Урсула Фандерлейн На это внимание Обратила Она также Отметила Что Можно отметить Что в первом Полугодии В Германии Было зарегистрировано Электро И как я понимаю И вместе с гибридными Автомобилей Больше чем Дизельных Ну это сегмент Учинно Потребительского Рынка И больше меня Всего Удивило Как пример Такого Развития Экологического Развития Это то Что Польша Является Теперь крупнейшим Репортером Автомобильных Аккумуляторов И электроавтобусов Польша Наши практически Соседи Восточная Тоже Европа Огромная Огромная Страна По нашим Меркам По сравнению С нами И сейчас Правда Очень интересно Оказывается Автомобильные Аккумуляторы То есть Госпожа Председатель Не конкретизировала Какие Но если Допустим Даже те же Свинцовые Я никогда Не думал Что это Очень экологическое Производство Ну Это означает Что например Если у нас Будет завод По производству Свинцовых Аккумуляторов Или каких Либо еще Да То не нужно Выступать Против этого Наоборот Это экологический Путь развития Ну Что еще Любопытно Надо сказать Что Госпожа Урсула Фондерля Несколько Раз Возвращалась К вопросу Социальной Солидарности И напоминала Что Строй Который Существует В Европейском Союзе Это Социально Ориентированная Рыночная Экономика А следовательно Будет Усиливаться Социальная Защита Общества Об этом Упоминается В общем Это касается И молодежи Будет Следующий Год Объявлен 2022 Год Объявлен Годом Молодежи В Европейском Союзе Будут Поддерживаться Студенческие Всевозможные Инициативы Также будут Поддерживаться Стартапы То есть Условно говоря Денежный поток Будет Усиливаться Вопрос Всегда Возникает Откуда Эти самые Деньги Будут Браться Естественно Они будут Браться Из налогов Идея В таком Перераспределении Но Что нужно Открыть Все-таки Госпожа Предатель Обратила Внимание На то Что необходимо Каким-то образом Нивелировать Потери Которые Будут Люди Нести В самом Ближайшем Будущем И уже Несут По ее словам Опять-таки Обращусь Это цитата Так что Можете Сразу Идти На сайты Европейской Комиссии Читают Это В стране В Европейском Союзе Уже сейчас 34 миллиона Европейцев Страдающих От энергетической Бедности 34 миллиона Это без малого Это больше Чем Ну почти Что Ой 15 Латвий А что А что значит Энергетическая Бедность А это означает Что вы не можете Нормально Оплачивать Энергетические Потребности Свои Тепло Это энергия Свет Это энергия Бензин Для вашей Электричества Для вашего Автомобиля Неважно что В данном случае Вы выбираете Хотите поставить Солнечную батарею Не можете Потому что у вас Денег нет И доходов Вам никто Кредитовать не будет То есть Вы не можете И исполнить Свои энергетические Потребности Денег нет На прокуром Есть Условно говоря На тепло И свет Уже нет Вот таких 34 миллиона Это озвучено С трибуны Европарламента И это количество Может увеличиваться И всего Оно будет Увеличиваться И вот чтобы Это Каким-то образом Изменить То есть Потребуются Новые деньги Об этом Говорит Госпожа Председатель Чтобы этим людям Скомпенсировать Потери Потому что Если человек Работал На угольной Шахте А шахту Закрыли То простите Он шахтер Он умеет Уголек Рубить Крепь ставить Но он совершенно Не представляет Например Что делать Например В маркетинге Или например В выращивании Экологически Чистых Угурцов То есть Его надо Переучивать А это Трожа Требует Деньги А пока Он переучивается Необходимо Его еще И Содержать И кормить Его семью То есть Все эти Процессы Перехода Они стоят Очень Дорого И Надо сказать Что сейчас Как раз Самые такие Активные Страны В том числе Та же Польша Она например У которой Огромная Угольная Энергетика Она как раз Старается Получить Все больше И больше Денег На этот Процесс Но у нее Проблемы Как выясняется С Европейскими Ценностями И поэтому Ей Отдавать Деньги На развитие Потому что Пока Она Не приведет Эти там Проблемы С судами Независимости Прессы Целая Возня Но тем не менее Вот это Серьезней Вопрос Поэтому Можно Сказать Что еще Один важный момент Касающийся охраны Окружающей среды Об этом Подтвердила Но уже Без конкретных Цифр Особо так Не вдаваясь Госпожа Председатель И она Обратила Внимание На то Что все В известной Она ответила Сказала Очень важную Вещь Что Европа Сама Все Не потянет В мировом масштабе А кто Кто Поможет 500 миллионов Населения Крупнейшая Экономика Ой-ой-ой Посмотрите У нас Через два года Население Земли Составит 8 миллиардов Человек Это 8 тысяч Миллионов Я еще Помню Я еще Помню Когда В своем детстве Я учился В школе 4 миллиарда Вот как раз Таки Было достигнуто В два раза Меньше И получается Вот на моем Только веку Население Увеличилось В два раза Ну вот Когда я был Маленький Тогда его Было 3 миллиона Миллиарда Понимаете Это Это очень Важный момент Это очень Важный момент Причем Благодаря Интернету Вот сейчас Хотят Его сделать Люди Которые Раньше Жили себе Тихо Спокойно В достаточно Таком Примитивном Стиле Где нибудь В центральной Африке В Азии Латинской Америке Они сейчас Тоже Знают И видят Как можно Жить И если Они не Переехать Куда-то То они По крайней мере Хотят Потреблять Точно так же Как в развитых Странах Они хотят Иметь Телефизеры Они хотят Иметь Модную Одежду Интересную Всякие Бытовые Приспособления То есть И это Как бы Хорошо Для экономики Для предпринимательства То только Это Как-то Очень Плохо Для Природы Для Природы Хорошо Бо Чтобы Нас Было Меньше Ели Бо Мы Поменьше И Рубашки Свои Носили Бо До тех Пор Пока Они Не Разваливаются А у нас Хорошо У нас между тем Есть звонок Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Ну вот для этого И есть Вот этот Вирус Чтобы Сократить Население Но это Так Не Через Но У меня Другой Вопрос Может Немножко В таком Плане Скажите Пожалуйста Вот Как Ваше Мнение Или Может Ваши Информации Есть Вот Эти Пластмассовые Окна Которые Сейчас Все Подоставили Во Всех Домах При Температуре 30 Градусов И Выше Ведь Они Это Все Таки Пластмасса Как Это Влияет На И На Человека И Вообще На Эти Испарения Идут В Атмосферу Спасибо Ну На самом деле Этой Пластмассы Гораздо Меньше Чем Ее Вы Видите Вокруг Себя Вы Можете Купить Одеть На Себя Кофточку Эта Кофточка Будет Из Пластмассы И Кстати Более Склонной Выделять Что-то Чем Например Окна Вопрос Сделан Из Какого Качества Пластика Сделаны Окна Но Все Равно Их объем Не такой Большой Дело Другого Рода Что Герметичные Фактически Вот эти Стеклопакетные Окна Они Не Вполне Соотносятся С Так Скажем С Необходимостью Вентиляции Наших Помещений Вот Например Возьмите В той же Самой Финляндии В Швеции В других Скандинавских Странах Но Финляндия Сам Пользуюсь Там В окнах Есть Специальные Щели Вот В верхней части Зачем Они нужны Дело Все в том Что Это Место Для Специальной Вентиляции Очень важно Чтобы Внутри Квартиры Было Постоянное Движение Воздуха Самый Идеальный Вариант Это Когда На крыше Вашей Пятиэтажки Стоит Вентилятор Самый Обыкновенный Он Включается Пау Раз в сутки Ну может Три Раза В сутки И он Высасывает Воздух Влажный Богатый Микробами Он Высасывает Всякими Испарениями Он Высасывает Этот воздух Выбрасывает Ему В атмосферу А взамен Этого Через Вот такие Щелеватые Окна К вам Втекает Хороший Свежий Воз Это Финляндия Да Я понимаю Такая Практика Но Это Можно Сделать И у нас На самом деле Это Ведь Не Проблема Вопрос Всегда Все Упирается В Фитимите В Деньги Вот Какая Проблема Я что Хотел Сказать Я хотел Сказать Что Как раз Госпожа Председатель Отметила Что С 1 По 12 Ноября Этого Года Будет Очередное Крупное Так Скажем Экологическое Мероприятие В Глазго Куда Опять же Поедут Руководители Стран Чуть ли Не Со Всего Мира Шесть Времен Парижского Соглашения Но Движется Оно Черепашьей Скоростью И Как Отметила Госпожа Председатель Это Очень Важно Потому Что Европа Действительно Не Способна Изменить Климатическую Ситуацию Во Всей Планете Хоть Лопнет И По Этой Причине Нужно Чтобы Например Вот Она Обратила Тот же Свои Нынешние Источники Энергетики И Пошли Вслед За Европой Вот Европа Должна Стать Лидером А Все Должны За Ней Но Ведь С другой Стороны Мы Прекрасно Понимаем Что Не Выдержит Наша Несчастная Планета Того Что Если И Китай Сейчас Китайцы Все Таки Очень Активно Хотят Тоже Жить На Широкую Ногу Смартфоны Телевизоры Которые Америка И Европа Живет А уж Не говоря Там И про Африку И Остальную Азию Куда И про Латинскую Америку Чего уж Там Говорить Просто Боливар Не вынесет Двоих Как Говорилось А тут Сколько Еще Желающих Присесть На эту Несчастную Лошадку Под названием Земля Но в том Три Беда Что По большому Счету Если Так Смотреть Речь То Получается Следующая Вечь Про Сороку Которая Этому Кашу Дала Этому Дала И этому Дала То есть Надо Всем Дать По сути Дела Речь Идет О Замаскированной Системе Перераспределения Доходов Не случайно Упоминается Социально Ориентированная Рыночная Экономика То есть Экономика Рыночная Которой Поощряется Частная Инициатива Но Социальная Именно Ради Блага Всего Общества Это Не Социализм Конечно Социализм Это Когда Средства Производства Принадлежат Государству В первую очередь А Это Социально Ориентированная Рыночная Экономика Но Это Уже Не Тот Капитализм Который Кстати Представляется В той же Самой России Вообще На Постсоветском Пространстве Где Все время Думают Что Капитализм Это То Что Сейчас В Европе Это Система Когда Все Нужно Ориентироваться По Выгоде Я Столько Раз Сталкивался Например С Коммерсантами Нашими Тем более Допустим Украинские Российские Вообще Вплоть До Средней Азии Которые Финнам Пытаются Объяснить Что Мы Вам Предлагаем Хорошее Выгодное Дело А Те Им Говорят Ну Выгодное Это Оно Выгодное Но У нас Понимаете У нас Есть Старые Традиции У нас Есть Экологические Соображения Как Обходить Да Никак Их Нельзя Мы О планете Думаем А Эти Товарищи С С Сидят И думают Что То Они Мудрят Ну Что Ну Не Может Ж Быть Капиталист Чтоб Он Думал О Сохранении Природа Разнообразия Планеты Это Ментальный Разрыв Европа Строит То Что Например 100 лет Назад Назвали бы Социалистическим Государством Понимаете И Сейчас Но Вместе С тем На основе Рыночка Экономики Какой То Знаете Такой Евронеп Вот И Вот Это Очень Интересная Вещь Потому Что В Других Странах Развивающихся Там Тоже Еще Не Успели Пройти Эту Стадию Как Говорится Вот Этого Капитализма Некоторые Станы Еще Извините Меня В Полуфеодальном Устрое Живут Ведь Уже Было Пытались В Трое Поле 20 Века Страны Жившие Я Очень Хорошо Помню Как Восхищались Тогда Наши Пропагандисты Говорили Народ Такой То Страны Из Феодализма Прыгнул В Социализм Минуя Капитализм Оказалось Не Получается Что Сначала Люди Хотят Условно Говоря Нахапать Себе Все Что Только Можно Вот А Уже Потом Их Дети И Внуки Начинают Уже Думать О Вечном О Природе Справедливости О Прочих Вещах Оказывается Требуется Время Для Этого Процесса Европа Сейчас Хочет Показать Всем Пример Но Вопрос Следующий Готов Ли Остальной Мир Этому Примеру Следовать Константин Рангс И Программа Климат Контроль В нашем Эфире Прозвучало И До Следующей Пятницы Хорошего Дня Спасибо Большое Константин До Свидания До Свидания Субтитры Субтитры